Цветные горы Китая Сегодня туристы со всего мира съезжаются в китайскую провинцию Ганьсу, чтобы полюбоваться здешним необычным пейзажем. Главной местной достопримечательностью является уникальное геологическое образование, получившее название Ландшафт Дэнкси. Эти горные образования – уникальный тип петрографической геоморфологии, которая может быть найдена только в Китае. Цветные скалы состоят из красных песчаников и конгломератов в основном мелового периода. Формирование этой красоты началось много миллионов лет назад в результате накопления большого количества песков и других минеральных пород. Под воздействием воздуха и воды эти породы медленно окислялись, что и стало причиной столь необычного окраса песчаников. Наслаиваясь и взаимодействия друг с другом, различные породы образовали рисунки причудливой формы. На первый взгляд создается впечатление, что это творение кисти художника. Исследование показывает, что приблизительно 100 миллионов лет назад здесь был огромный внутренний бассейн. Вода несла сюда ил от окружающих мест. Как результат глобальных высоких температур, бассейн высох и в этих засушливых условиях осадок окислился и принял цвет ржавчины. Приблизительно 70 миллионов лет назад красный слой 3700 метров толщиной сформировался в бассейне, известном как меловая кровать. На вершине был твердый слой 1300 метров толщиной, слой системы мелового периода, от которого постепенно формировались пики горы Данксия. С тех пор 30 миллионов лет назад горообразовательное движение изменяло ландшафт бассейна много раз. Вода, текущая вниз через трещины прорубленной и разрушенной осадочной породы, выточила склон, оставляя позади красные фрагментарные скалы. Сейчас мы видим не что иное, как очертания суши Данксия. Высота этих фантастических холмов менее 1000 метров, в среднем 300-400 метров. А сформировались они, как считают ученые, еще в мезозойский период и хранят в себе множество окаменелости древних животных и растений, останки динозавров, окаменевшие яйца огромных рептилий. Красные песчаники Китая в буквальном переводе означает «киноварь» и получили свое название в честь горы Данксия в провинции Гуандун. Возраст горы Данксия во времена мелового периода – около 120 миллионов до 65 миллионов лет назад. И крутые скалы созданы силами как экзогенными, эрозией выветривания и эндогенных подъемных. Еще одной особенностью подобного рельефа является существование многочисленных изолированных и мелких пещер разных размеров и форм. Ранее провинция Ганьсу была чрезвычайно популярна во всем мире, а городок Чжэнье – одним из богатейших городов Китая. А все потому, что сотни лет назад здесь пролегал шелковый путь. Тысячи путешественников и торговцев ежедневно любовались этой неземной красотой. Но не только Китай может похвастаться такими необычными ландшафтами. Такие холмы также распространены в Австралии, Южной Америке и Центральной Европе. Но ни одна из стран не может посоревноваться в количестве удивительных холмов с Китаем. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!